По мнению специалистов, последние изменения в правилах выделения денег на поддержку фермерских хозяйств направлены на усиление прозрачности их целевого использования. Теперь фермер обязан уже в год получения гранта создать не менее трёх новых постоянных рабочих мест. Объём же произведённой продукции в хозяйстве должен увеличиваться ежегодно. В отличие от прошлых лет, в этом году мы имеем обязательства, фермер должен иметь, о том, что три рабочих места постоянных в течение пяти лет он должен содержать. Далее есть другие обязательства, у них при оформлении документов обязательства. Более того, я скажу, что в этом году у нас комиссия новая создана, причём из числа представителей общественных организаций. Раньше среди обязательных документов, подаваемых претендентами на грант, был акт о закупке скота. Теперь его исключили из-за случая фальсификации этих бумаг, по факту чего, кстати, сейчас уже возбуждено несколько уголовных дел. Учитывая вот это негативное явление, в этом году этот пункт исключён, вместо него предоставлен другой пункт о том, чтобы фермер имел живые деньги, скажем так, на своих счетах фермерского хозяйства с банков. В Ментельхозе объясняют, что теперь гранты направлены в основном на поддержку не начинающих, а существующих КФХ. В ведомстве считают, что программа «Начинающий фермер» уже неэффективна, да и федеральный центр рекомендует развивать тех, кто на протяжении нескольких лет успешно ведёт своё хозяйство. На сегодняшний день будут смотреть, естественно, и проходить те фермеры, у которых есть в собственности и земля, и кошара, и пастбище, и сельхозугодие, и сенокосы. То есть будут поддерживаться те хозяйства, которые, в принципе, готовы, которые могут, которые держат, у которых есть опыт, у которых виды экономической деятельности перспективные, приоритетные в этом году. Максимальный размер гранта доходит до 30 миллионов для молочных хозяйств и 20 на развитие животноводческих ферм. Но чтобы получить его, нужно учитывать и ещё один момент. От заявленного гранта на развитие 40% денежных средств они должны внести собственных. И показать это выпиской из банковского счёта. К сожалению, наши фермеры не могут эти суммы осилить по той причине, что собственных средств у них не позволяют, чтобы получать такие большие суммы. И у нас в заявках в основном от 2-3 миллионов до 6-10 миллионов. Целевое использование денежных средств – одно из принципиальных условий выделения грантов. И Ментельхоз будет держать этот момент на постоянном контроле. Напомним, что в 2017 году гранты на развитие семейных животноводческих ферм в Карачаево-Черкесии получили 69 глав крестьянско-фермерских хозяйств. Общая сумма выделенных средств составила более 160 миллионов рублей. Анета Дышекова, Мурат Кемрюгов, Архив 24.